Андорра – небольшая страна между Францией и Испанией, прославленная на весь мир своим горнолыжными курортами с первоклассным сервисом и уникальным природным ландшафтом. Красивейшие горы, живописные озера и термальные источники делают регион выгодным среди лучших европейских высокогорных курортов. В княжестве созданы идеальные условия, организована безопасность и высокое качество сервиса для этого вида отдыха. Климатические условия также благоволят. Невысокая влажность, снежная и холодная погода в зимний период времени позволяет наслаждаться горнолыжным сезоном с начала зимы до середины весны. Ее близость к Испании дает возможность туристам совместить свой активный, пронизанный спортивным духом отдых с экскурсионными маршрутами в любой испанский город. Так, например, поездка в Барселону станет приятным бонусом в перерывах на спуске по зимним горным трассам. Маршрут из Андорры в Барселону довольно популярный и составляет приблизительно 200 километров. Это расстояние может изменяться в зависимости от способа передвижения и выбранного шоссе. Каково расстояние от Барселоны до Андорры на машины? Популярный тур Андорры Испания предполагает наличие маршрутов из Барселоны. Прочувствовав барселонскую атмосферу сполна, можно воспользоваться территориальной близостью к Андорре и посетить ее в зимний период. Обратите внимание, проехать на автомобиле можно, используя платную скоростную магистраль на четыре полосы или же бесплатные трассы. При использовании платной дороги деньги взимаются на выезде из Барселоны и при подъезде к тоннелю Кади. В общей сложности сумма может быть в переделах 25 евро звездочка. Сколько ехать по времени? Продолжительность поездки в среднем занимает до 4 часов в зависимости от маршрута и транспорта, ее можно сократить. Сиджис, Испания. При совершении тура Барселона-Андорра, возникает вопрос, как добраться. Часто поездки из Барселоны в Андорру и наоборот организовывают совместно с экскурсионной поездкой. Это очень удобно, поскольку передвижение во время экскурсии уже продумано наперед и во время отпуска не надо ломать голову, как это сделать. Любителям же самостоятельно организовывать свой маршрут стоит понимать, что доехать можно только автомобильным путем. Обратите внимание, совершить поездку на поезде не получится ввиду отсутствия в Княжестве рельсов. Ближайшая станция находится только в 10 километрах от Андорры ближе к ее восточной границе, и имеет лишь французское направление. Нет в Андорре и аэропорта, в наличии только частные вертолетные площадки. Если смотреть на дорожную карту, то видно, что сообщение между этими двумя точками представлено автомобильными трассами, так что следует рассмотреть варианты для совершения поездок на авто. Это не тяжелый дорожный участок. Здесь нет горных подъемов и серпантина, что может значительно увеличить сроки пребывания в дороге. Трассы комфортны, безопасны и имеют на всем пути место для отдыха. Можно поехать также на такси, автобусе или заказать платный трансфер. В свою очередь, добираться на такси удобно, но это затратнее, чем использование обычного маршрутного автобуса. Автобусы в приоритете для бюджетного самостоятельного передвижения, тем более что интервалы между ними незначительные. Камбрилес, Испания, Андорра всегда стремилась к совершенству и может показать всем туристам свою природную привлекательность, неподдельное гостеприимство и высокий уровень сервиса. Знакомиться с ней благоприятнее в зимний период, когда есть возможность прокатиться на горнолыжных спусках. Посещая эту страну, кроме разрекламированных достопримечательностей, гостям княжества открывается и другая Андорра. Например, она просто создана для шопинга. Сколько здесь магазинов и торговых центров не сосчитать. Привлекательные цены и наличие товаров известных мировых брендов делают Андорру популярной для организации шоп-туров. Также наличие целебных источников предполагает оздоровительные процедуры. Звездочка цены актуальны на июль 2018 года. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.